Всем привет, дорогие друзья! С вами Беннет и в эфире проект, посвященный тюнингу и доработке моего автомобиля УАЗ 3514, который я называю УАЗ Зомби Хантер. Наконец-то настал долгожданный для меня день, уж не знаю как для вас, но для меня точно, когда я поеду ставить в этот автомобиль новый купленный мной еще зимой двигатель, взамен ушатанного, довольно потрепанного жизнью старого двигателя ОМЗ-417. В общем, я с ним намучился и так далее, вся эта эпопея долго очень шла, но наконец-то меня готовы принять. Говорю, большое спасибо передаю в очередной раз ребятам из хода с авто, которые организовали для меня партийную скидку. Вообще, место очень удобное, где это можно сделать. Ставить, я вам напоминаю, будут двигатели ОМЗ-421, но он помощнее, и это не главное. Главное то, что он намного новее, он практически новый, то есть он достался мне с пробегом всего лишь порядка тысячи километров, на него и все чеки из магазина и так далее, и так далее. То есть двигатель свежак, ну, никакого сравнения с тем, что было, конечно же, нет. Потому что двигатель, он, видимо, как был с самого начала, там, я уж не знаю, в каком году эта машина выпущена, на самом деле, по документам в 94-м. Я получил и прошел, вернее, получил акт предварительной экспертизы в НАМИ на все мои работы. Также мне их одобрили, ну, предварительно в ГАИ, то есть я получил бумагу, которая позволяет мне, заявление, да, подписанное, которая позволяет мне начать эти работы проводить. И вот это будет первая работа, с которой я, собственно, начну. Сейчас же давайте уже не будем тянуть, и я просто заведу машину, и мы тронемся в путь. Итак, друзья. Друзья, я доехал, наконец-то, до автосервиса. Со мной рядом Илюха, который, собственно, организовал это из проекта Ходос Авто. Ссылка в описании, естественно, спасибо ему огромное. С нами Виталик. Который, собственно, взялся за этого зверя и будет его чинить, я не знаю, там, поменяет двигатель и прочее. Как всегда, не обошлось без эксцессов. Я выехал из гаража, как в тот раз, когда я забыл номера. В этот раз я забыл полностью все документы. Не знаю, в общем, дома или нет. Слава богу, что сервис находится рядом с моим гаражом. Ну, просто чудом я не наткнулся на Кази Гаи. В итоге я заехал не туда, ждал Илюху. Илюха приехал, и меня, в общем-то, сюда, мы тихой сапой доехали. Ну, в принципе, там меньше километра, но тем не менее. Вот, сейчас Илья немножко расскажет про процесс работы. Ну, для начала надо его выгрузить, посмотреть вообще, что на нем присутствует. Да, для начала нужно двигатель вытащить, потому что грузили, если вы помните, мы его сюда вчетвером затаскивали. То есть он достаточно тяжелый. По документам, сколько мы забирали тогда из транспортной компании. Ой, что-то он тяжеленный, там, 150 или 170. 190 килограмм с палетой было. Я не знаю, сколько палета весит. Палета – это деревянный. Ну, это обусловлено тем, что движок полностью в сборе, то есть совсем навесным. Там, по-моему, и генератор есть, да? Да, да, он полностью в сборе. Сцепление. В общем-то, все, что должно быть. То есть, в общем-то, я надеюсь, что уже после этого машина будет нормально ехать, потому что все старое, то, что там стояло, оно уйдет. Потому что двигатель, он, ну, как я говорю, совсем вместе. Для начала новый двигатель нужно было вынуть из машины. Помнится, когда мы разгружали его руками после покупки, эта процедура была довольно тяжелой и геморройной. Но здесь, чувствую, все будет намного проще. Для этой процедуры есть специальное устройство. Гусь, которым удобно и без проблем можно вытаскивать, перемещать, извлекать и устанавливать мотор на место. Гусь представляет собой подкатной кран с крюком и гидравлическим механизмом подъема. Нормально колесо. Неужели у УАЗика тяжелее колеса, чем у... Да нет. Ой, не колеса, а двигатель, чем у какой-нибудь джипа. Другие колеса, они тут немножко сломались, и они решили поменять, купили какие-то новые. Но, видишь, они и дня не прожили в наших боевых условиях. Не, ну УАЗик тяжелый, он же в сборе вон весь мотор тоже показал. Несмотря на инцидент с колесиком, продолжили вытаскивать движок этим же гусем. Оказалось, что он отлично катается и без него, благо в пол в сервисе гладкий. Новый движок выгрузили, и теперь нужно извлечь старый, чтобы положить их рядом и сравнить. То есть прикинуть, есть ли какие-то нюансы, может быть, что-то придется переставить со старого. Отлично. Согласен. Тут, кстати, очень прикольно, то, что уже сделано под тросик газа, сам пробиватор. То, что я все мучился и колхозил на том, здесь уже все это реализовано и сделано. Вот это вообще отменнейшее. Вот уже стоит вот этот сектор газа, вот он. Все как полагается. То есть уже, даже это уже лучше, чем то, что было. Пока машина висела на подъемнике в ожидании демонтажа движка, Илья обратил внимание, что подвеска у меня совершенно сухая. И был поражен, что я ее никогда не смазывал. Ренат не знает самого главного. Хоть он ездит на УАЗе уже какое-то время. Его очень удивил, и мой рассказ, что УАЗ надо шприцевать. Меня удивило не меньше то, что он этого не знает. Поэтому придется ему как бы объяснить, потому что иначе он просто будет ремонтировать свою ходовую каждый год. Какой там каждый год, каждые три месяца. Если УАЗ не шприцевать, то в негодность будут приходить детали очень быстро. Но я думаю, что через 2-3 месяца ему придется менять все заново. Здесь везде на каждом узле есть специальные масленки для шприцевания. Вот здесь. Вот крестовины. Вот она шприцевая масленка. Вот шкворни. Вон шприцевая масленка. Обязательно, обязательно. Я просто сам не специалист, конечно, по УАЗу. Поэтому лучше поискать. Вот на рулевых тягах масленки. Видишь? На каждой тяге по масленке обязательно. Одна должна быть сверху, одна где-то снизу. Но вот одну я вижу. Короче говоря, на всем. Здесь на всем. Вот масленка. И также, конечно, на заднем крестовине. Везде, везде, везде. Надо все прошприцовывать хотя бы раз в месяц. Потому что иначе все эти детали вам скажут до свидания очень быстро. Туда попадает вода и все приходит в негодность моментально. Шприцевать надо вот таким вот специальным шприцом для шприцевания и специальной смазкой. В фон веков шприцевали всегда наши деды. Вот прекрасный это Литол Солидол. У меня такой есть. Ну, как бы, технологии ушли вперед, появились другие смазки. Влагостойкие, там, морозостойкие. Их производят массы, как импортные, так и наши. Вот это, например, производство ПМП-Авто. Наше производство Санкт-Петербурга. Так что выбирать вам, чем шприцевать. Если жалко денег и вы готовы чаще этим заниматься, то и Солидол или Литол вполне вам подойдет. Мне кажется, для УАЗика как раз в самый раз. Да, ну, просто оно как бы вытекает там. Ну, если ты говоришь, каждый месяц надо делать. Ну, да, желательно вообще раз в две недели. А между тем, работа уже кипит полным ходом. И предварительно демонтируются детали, которые мешают снятию двигателя. Сейчас Виталик вытаскивает радиатор, который заодно, пользуясь случаем, помоют в специальном аппарате, который я покажу прямо сейчас. Итак, вот мой старый, грязный, видавший виды радиатор. Соты у него, естественно, все забиты. И вообще, по-хорошему, его давно бы уже не мешало помыть. Хотя бы просто керхером на мойке. Да все никак руки не доходили. А тут прямо заодно свезло так свезло. Имеется даже специальная шайтан-машина для этого. Сейчас будет настоящая магия. На самом деле, магия будет не прямо сейчас. Ведь на эту процедуру нужно определенное время. Но вернемся к УАЗику, где очередь дошла до демонтажа гидроусилителя. Здесь впоследствии возникнет первая небольшая проблемка. На 417-м моторе, на головке блока, не было наплыва, штатного места под гур. И его установили по-другому. А именно, распилили крепления, идущие в комплекте, на две части. И сварили их между собой по-другому, чтобы подогнать под движок, в котором гур не был предусмотрен. В новом же ОМЗ-421 этот наплыв, утолщение на ГБЦ, есть. И крепление нужно как раз штатное, которое было в комплекте изначально. В общем, нужно покупать новое крепление, и везти машину домой, в гараж, мне придется без гидроча. Вроде все, прошло сколько-то, час? День, ну, и вот он отмылся. Чистейший, все дерьмо вымалось. Сейчас продуем его. И? Ну, нормально. Это только, потому что грязь была, а это самое нежелательное, конечно. Сейчас, Вер. Так, не надо, ты сейчас сторонку отойдешь, если что-то все. Кстати, сон ты просвечиваешь, нормально. Да, видно уже. Машина очень высокая, поэтому, чтобы было удобно работать под капотом, было разумно решено снять колеса. Теперь необходимо отсоединить двигатель от коробки. И вот Виталик уже приступил к сравнительному анализу деталей старого и нового мотора. Тех, что влияют на процесс пересборки. Тех, что влияет на процесс пересборки. И вот он, долгожданный момент избавления зомби-хантера от старого мотора, дабы его место занял свежий и бодрый 421-й. Как же, оказывается, просто все вынимается, когда есть для этого все условия. Подъемник, лебедка и прочие профессиональные штуки. Теперь нужно внимательно сравнить два движка, чтобы понять отличия и сразу обнаружить возможные проблемы совместимости. Хотя оба агрегата вроде как взаимозаменяемы, я уверен, что кое-какие нюансы и отличия все равно будут. И лучше их обнаружить сейчас, чем учиться подгонять какую-то ерунду потом под капотом в гараже. Инна, как мотор называется этот старый? Это ОМЗ 421, ой, 417. ОМЗ 417. А этот? А этот 421. ОМЗ 421. Короче, оба карбюраторные, оба трамблерные. Никаких, в принципе, отличий я лично не видел. Ну, ну, ну. Может быть, по лошадиным силам, да? Ну, короче, назовем это, назовем это рестань. Там, по-моему, есть. Есть же датчик давления масла? Да, но он там электрический. А, этот механический. Да, этот, конечно. Этот более точно. Я это хотел. У меня дома, ой, в гараже второй комплект лежит вот такой же. Для такого я его купил, а оказывается, здесь уже был. Там есть место для этого, да? Светаин, ну, что ты скажешь про... Есть ли какие-нибудь сложности? Да нет никаких сложностей. На самом деле, все просто. Дело в том, что машина как бы старенькая, и один болт там не открутился, а так все просто. А с новыми двигателями чего? Есть ли какие-то проблемы в установке? Или пока, в принципе, все нормально? Все нормально, что все в штатном режиме, короче. Ну, отлично. Ну, да, дальше будет видно, посмотрим, как будет. А правда мне сказали еще, что вот этот старый, да, на старом двигателе, колокол, он для 4 ступки, а сюда уже можно 5 ступок вставить. Не исключено, я как бы с этими нюансами не встречался никогда. Одна из 10, наверное, советских автомобилей, которая мультирует, никогда не занималась советским автофоломом. Смотри, эта хрень мне пишет, что мне 46 лет и полмужской, это что такое? Что? Это что такое? Для нового движка купил задорого комплект силиконовых патрубков Red BTR. Модные нынче фирмы, выпускающие аксессуары и комплектующие для отечественных внедорожников. Очень обидно, что половина из них не подошла и пришлось взять старые черные. Обидно, учитывая, что данный набор стоил 1600 рублей, что весьма не кисло для патрубков УАЗика. По совету Сереги Климовчанина, которому передаю привет, заказал свечи и высоковольтные провода фирмы FinWale. Провода уже заняли свое место на крышке трамблера, а свечи сейчас крутим. Вот они, свечушечки. В процессе осмотра обнаружилось еще одно отличие. Генераторы на старом и новом двигателе различаются типом подключения. На новом присутствует четырехконтактная фишка, а к старому просто прикручиваются два провода. Конечно, все это можно переделать, но время в сервисе было не так много и не входило в процедуру именно просто перекинуть двигатели. Поэтому приняли решение поставить генератор со старого движка. Вроде я на него не жаловался, а снова разберусь потом сам. Будет запасной. Со старого двигателя также пришлось переставить сюда краник. Он закис и на новом моторе будет выполнять роль заглушки. Раньше здесь был вкручен штуцер со шлангом на дополнительную печку. В моем УАЗике тоже есть дополнительная печка, но она подключена по-другому. И, наконец, все предварительные приготовления закончены. Пришло время новому движку занять свое законное место в чреве моего УАЗа. Естественно, что подушки двигателей я также купил заранее. Почему бы их также заодно не поменять, пользуясь случаем? К тому же старые были вообще убиты в ноль, что, в общем-то, совсем неудивительно. Чтобы все было цивильно, Виталик решил помыть перед установкой коробку. Чисто для эстетики. Я приветствовал это решение. Движок тоже хорошенько помыли, пользуясь случаем, пока он снят, и это удобно делать. На новом моторе установлен карбюратор К-151, уже с переходником под узкий выход. То есть подойдет для сделанного мной ранее шнокеля. Также здесь универсальный колокол, который позволит мне в будущем установить 5-ступенчатую коробку передач. И вот он, момент истины. То, чего я ждал и готовился так долго. Движок устанавливается в мой УАЗик. Движок устанавливается в мой УАЗик. Итак, друзья, на этом все. Машина готова, двигатель поставили. Работа была проведена отлично, отменно, очень быстро. Я просто был поражен, потому что я на самом деле очень долго этого ждал. И вообще по опыту, сколько я не сталкивался, все всегда все делают очень долго. Ждать приходится неделями, а то и больше. Здесь же Виталик сделал все очень быстро, оперативно. Ну, просто вообще красавчик и питание. Мотор работает, на мой взгляд, отлично. Я сейчас дам слово Виталику, он расскажет поподробнее про это. Но лично какие у меня наблюдения были, я заметил. Это то, что он работает по-другому абсолютно. Не так, как 417, который стоял более ровно, более как-то благородно, что ли, не знаю. Ну, мотор, в общем, действительно в хорошем состоянии оказался. То есть, продавец не обманул. И, конечно, сравнить его с тем, что было, просто никак нельзя. Потому что тот мотор был, хотя он и ездил, но, судя по состоянию, он был достаточно в плачевном состоянии. Я хочу огромное спасибо передать ребятам. Во-первых, Илье, да, за то, что он меня вообще познакомил. Он свел, сюда привез канал ухода с авто, в общем-то, без которого бы все это не получилось бы. Ссылка, естественно, есть в описании. Ребята занимаются тюнингом и ремонтом моторов. Причем, я подчеркиваю, именно ремонтом. Не просто сняли, да, там, и куда-то отвезли. А это как раз именно то место, куда моторы привозят другие сервисы, которые, ну, берут, да, снимают, вы приезжаете со своими проблемами, и они отвозят их, вот, как раз в такие организации, как вот Хонсервис, где двигатели растачивают, там, полируют всякие, там, как это называется, шлифуют там головки и прочее, и прочее, и прочее. То есть, обязательно обращайтесь сюда, просто все на высшем уровне. Виталик, скажи, пожалуйста, вот общие слова по состоянию мотора. Вот ты как специалист, то есть, что-то можешь сказать по звуку. Понятно, что его не вскрывали, то есть, поставили как есть, но, в целом, я возлагал большие надежды на то, что это все-таки мотор свежее, и, конечно, очень волнуюсь, не обманул ли меня продавец. Не, на самом деле, я думал, что он очень долго будет заводиться, запускаться, но он запустился буквально в течение, там, 10 секунд, запустился, работает идеально. Конечно, есть некоторые недочеты, надо будет прокладку под выхлопной системой заменить, потому что он громко работает, проводку починить, так как она уже старенькая. Ну, недочеты есть, гур подсоединить, другой крашштейн поставить, потому что на том моторе тот гур, крашштейн, который стоял, он не подходит, так как, ну, немного разница есть в двигателе. Так, в принципе, все нормально, я думаю, что этот мотор будет хорошо работать, долго бегать. Спасибо, отлично. Насчет Гура, вы знаете, да, я делал обзор, когда ставил его как раз. Дело в том, что у меня был самый старый модель 417-го двигателя, они как-то тоже отличаются, бывают более новые, 417-й более старый. Вот у меня самый старый, у которого на головке блока не было вот этого, так называемого, наплыва штатного места под гидроусилитель. Поэтому, соответственно, там, где я ставил гидроусилитель, крепление, которое шло в комплекте, штатное, которое нужно прикручивать к штатным местам, его распилили, грубо говоря, на две части и сварили из него, как бы, новый уже конструктив, конкретно вот под этот мотор. Тоже они ругались, плевались, но, тем не менее, они это сделали, и, в общем-то, все нормально работало. Сейчас этот двигатель более современный, соответственно, на нем есть штатное место. И мне надо лишь просто купить, ну, готовый кронштейн просто и поставить. Поэтому сейчас, собственно, домой поеду без гидроусилителя, ну, думаю, что селенки еще остались, как-нибудь я с этим справлюсь. Видео было достаточно большим, но я надеюсь, что интересно. В следующий раз, в следующем видео, будет как раз подробный, ну, не знаю уж, обзор, экскурсия по вот этому прекрасному месту, по цеху, где как раз происходит эта магия ремонта и восстановления двигателей, чтобы они прекрасно работали и долго служили и радовали своих владельцев. После этого видео, я уверен, у вас не останется никаких сомнений, куда обратиться в случае, если ваш двигатель прикажет долго жить. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и так далее. С вами был Беннет. Будьте в курсе, друзья!